Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу 7 минут. Сегодня у нас в гостях первый заместитель, председатель правительства области Александр Вячеславович Черевякин. Александр Вячеславович, редко удается нам заполучить в гости человека, который полностью владеет ситуацией экономической в регионе. Поэтому я вам постараюсь сегодня как можно больше вопросов задать. Может быть вопросы будут не очень, сразу говорю, не очень какие-то простые, но вполне корректные. Хорошо. Давайте так. Итак, давайте начнем сразу, как говорится, в лоб. Вот все источники называют разные цифры государственного долга в нашей области. А какова его реальная сумма сейчас? Ну, смотрите, во-первых, мне кажется, надо пользоваться не разными источниками. У нас есть вполне официальный источник, который по закону раскрывает эту тайну. Это официальный сайт нашего Министерства финансов, где эта величина в постоянном режиме есть. Почему в постоянном режиме? Потому что величина это не постоянная. Она меняется в течение года. То есть она может быть в одном объеме, потом снизится в связи с погашением кредитов и наличием у нас средств, необходимых для финансирования программ. То есть величина не постоянная. Сейчас эта величина составляет около 70% к нашим собственным доходам. А это как много или мало? Почему сразу сказал именно в процентах к собственным доходам? Есть федеральное законодательство, которое регулирует для субъектов федерации, это бюджетный кодекс наш, размер государственного долга. Он не может превышать размера запланированных собственных доходов. То есть не выше собственных доходов субъектов федерации. Поэтому 70% это вполне нормальная рабочая цифра. Ну вот таким образом вы, как говорится, убрали мой второй вопрос, но я его все равно задам, если можешь. Как вот эта величина соотносится с требованием бюджетного кодекса? То есть не вышли ли мы за пределы, дальше которых нужно банкротство региона? Банкротство точно нам не угрожает. Как я уже сказал, за пределы мы не вышли. Мы в рамках разрешенного нам законом. Далее мы, говоря уже о дефиците, это вторая часть, которая всех волнует. Я, может, какие-то вопросы даже предвосхищаю, нестандартные такие. Дефицит, это тоже установленный бюджетным кодексом, величина, которая у нас может быть, это не более 15% от собственных доходов ежегодно. То есть 15% дефицит мы имеем право иметь, имеем право привлеченных средств его финансировать. Это абсолютно нормальный процесс. Ну, хорошо. Следующий вопрос. У меня преимущество, у меня есть эти вопросы заранее подготовленные. У нас есть ответы, вы же знаете, отвечать в какой-то степени. На какие цели направляются заемные средства? Есть заемы? Вот куда их распределяют? Ну, получается, такая картинка получается следующая, что действительно нагрузка социальная на бюджет ежегодно растет. Растут зарплаты, растут социальные выплаты, получаются условия. Ну, вот такая, предположим, одну вещь назову, это обеспечение жильем детей-сирот. То есть, раньше нужно было делать все дети-сироты, должны быть обеспечены жильем, когда они выходят из интернатных учреждений. Теперь изменились нормы, улучшились нормы по самому обеспечению их. То есть, это уже другой метраж, другой класс. И вот таких проблем много. То есть, улучшаются, улучшают условия, все это социальная нагрузка, вот это растет. Ее нужно обеспечивать обязательно в достаточном объеме, в полном объеме закрыт. Сказали 100% детей-сирот обеспечены, значит 100%. И все это приоритет на социальной нагрузке. И это приоритет. Но есть же план, существует план, востребованный обществом развития социально-экономического области. Это социальные объекты, это инфраструктурные объекты, это софинансирование с федеральными программами, там в части модернизации ЖКХ, здравоохранения. Вот это такое серьезное направление использования заемных средств. Я называл уже где-то, мы в прошлом году 22 социальных объекта в области ввели, практически затронув большую часть районов области. В тех, где не появилось что-то нового, там появится в этом году. То есть, у вас такая точечная финансовая бомбардировка объекта, так сказать. Надо, надо. Это рядовые дворцы, это федерческие пункты, это ремонт наших театров, это детские сады, что очень востребовано и является проблемой. Вот об этих объектах. Хорошо. И все-таки вот госдолг существует. Какие меры принимаются у нас в регионе для того, чтобы его как-то снизить? Снизить госдолг. У нас трехлетний бюджет, наш трехлетний бюджет предполагает снижение объема государственного долга, выход на бездефицитный бюджет к 15-му году. То есть, по-моему, в следующий год 8% дефицит и к 15-му выход на бездефицитный бюджет, что уже само по себе придет к неувеличению государственного долга. Давно такого не было. Как минимум. План такой есть. Но я еще раз говорю, план и трехлетний бюджет не догма. Жизнь меняет наши планы, появляются новые задачи, появилась задача увеличения зарплаты в бюджетной сфере, очень серьезная. Она президентом заявлена к исполнению просто обязательно. Не подлежит никаким. И она, и она, и она правильная эта задача, потому что зарплаты надо поднимать. Это тоже один из таких драйверов экономики, повышения внутреннего платежеспособного спроса. Вот такой у нас есть план. Такой есть план. Он тоже публичен. Он есть на сайте Минфина. Будем исполнять. Хочется зафиксировать долг. Я еще раз говорю, на взгляд, ничего страшного, тревожного, излишнего долга нет. Теперь были предприятия, теперь индивидуальные предприятия. Потому что у нас их число, к сожалению, снизилось. Закрылись. По имеющимся у нас данным, около 2,5 тысяч индивидуальных предприятий. Все-таки это много. И как-то резкое сокращение. Как вы считаете? Резкое сокращение. Да, мы это знаем. Всем понятно, почему это произошло. Это даже не одна, а три составляющих. Это повышение этих страховых взносов в два раза. Это вступление в силу рядоположений закона о бухгалтерском учете. Там появляются у индивидуальных предпринимателей вопросы. Это еще ряд внесений изменений в нормативные акты, которые в неравные условия деревенских и городских предпринимателей ставят коэффициенты. Да, это сказалось негативно. Вы сами назвали цифру. Тут не спрятаться от нее, не скрыться. Есть такое дело. Мы были действительно одним из первых, кто... Это федеральное решение. Это компетенция федерального правительства. Мы одним из первых были, кто направил наше обращение с просьбой разобраться в этой ситуации. Губернатор направил такое обращение. Наши полномочины по правам предпринимателей на своей площадке высказал вот эти опасения и предложил разобраться. Последние две недели, по-моему, на всех площадках это обсудили. В Госдуме, в правительстве, в администрации президента поручение правительства рассмотреть ситуацию даны. Заключение правительства, насколько я знаю, готово. Да, все-таки движение такое сильное достаточно. Да, ждем теперь уже окончательно решение. Это, наверное, во всех регионах такая ситуация. Да, да. У нас цифры, вот это сокращение, которое вы назвали, оно не превышает среднее по стране. То есть это общая такая картинка. Общая картинка. То есть регионы как-то общими усилиями будут пытаться этот вопрос решить, потому что поддержка бизнеса это... Да, самозанятость, самозанятость, индивидуальные предприниматели самая такая, одна из самых привлекательных таких тем для... Ну что ж, вот еще один вопрос вы меня предвосхитили, что сделано для того, чтобы индивидуальных предпринимателей все-таки вот здесь вот не совсем зажать, а поэтому большое вам спасибо. Мы начнем прямо сегодня готовить новые вопросы. Хорошо. Наши эквивалы. Так что вы уж тоже будете, если... пожелаете нашим частым гостям. Во всяком случае, хотелось бы надеяться. Спасибо. Хорошо. Большое вам спасибо. У нас в гостях был Александр Вячеславович Ревякин, первый заместитель председателя правительства Рязанской области. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город 7 минут». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова